Есть конференция по проекту безнужденных переселенцев «Станция успеха», для которой отобрались 100 человек участников. Сейчас участники уже перешли к последнему этапу проекта. Теперь они должны защитить свои бизнес-идеи. Среди них выберут победителей, и их проекты профинансируют согласно условиям гранта. Именно об этом сегодня нам расскажет руководитель проекта в Харькове Александр Чумак, куратор проекта от «Станция Харькова» Екатерина Стрельченко и руководитель группы тренеров, соочередитель благотворительного фонда «Харьков с тобой» Наталья Яковлева. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте еще раз. Сегодня мы вас собрали для того, чтобы рассказать о самом интересном этапе нашего проекта, а это именно защита бизнес-планов переселенцев, который состоится на следующей неделе. Хочу напомнить, что проект «Станция Успеха» реализуется в рамках программы «Новый видлик» в четырех городах – это Харьков, Киев, Одесса и Львов. В Харькове этот проект реализует совместная ассоциация частных работодателей «Станция Харьков». Фонд реализуется при поддержке Международного фонда возрождения в Идроджине. На следующей неделе состоится защита проектов. В июле месяце ребята пришли обучение, 100 человек, 4 группы, суммарно 53 занятия основам предпринимательской деятельности. Они изучили налоговую систему, юридические особенности ведения деятельности, маркетинг, рекламу, продвижение товаров и услуг, в том числе в интернете. Весь август они писали свои бизнес-планы под пыльным наглядом наших менторов – это пять реальных предпринимателей. Кстати, тренинги читали тоже ребята, которые ведут свой собственный бизнес. То есть все люди, которые являются исполнительными в проекте, имеют бизнес-опыт, и они им делились в рамках этого проекта. Защита проектов состоится на следующей неделе, 7, 9 и 11 сентября в помещении нашего партнера Харьковского областного центра занятости – это улица Броненосца Потемкина, 1А, комната 1. 7 числа у нас состоится защита проектов малых стартапов до 15 тысяч гривен, в среду средних стартапов до 45 тысяч гривен и в воскресенье крупные стартапы до 90 тысяч гривен. В рамках конкурса мы отберем 25 лучших проектов, которые будут поддержаны общей суммой 1,5 миллиона тысяч гривен. Еще раз напомню, что эти деньги предоставляет фонд «Видроджиня», и после этого ребята будут закупать товары, услуги, основные средства для того, чтобы стартовать в своем бизнесе. То есть реально живых денег никто выделять не будет. Это одно из условий проекта. Кроме этого, я сразу открою одну из приятных новостей. У нас, кроме поддержки от фонда «Видроджиня», появилось уже 4 частных инвестора, которые заинтересовались поддержать проекты. Они будут отбирать проекты на свой собственный вкус. 4 частных инвестора – это благотворительный фонд Юрия Сопронова, это благотворительный фонд Александра Паломарчука, это торговый дом «Слобожанка» и это сеть магазинов «Колесо». То есть их представители будут тоже присутствовать на защитах, и они отберут те проекты, которые им понравились, и профинансируют со своей стороны. Это дополнительное финансирование. Политика нашего проекта заключается в том, что мы заинтересованы в максимальном привлечении средств, в том числе от частных инвесторов, для того, чтобы все проекты, либо большинство из них были профинансированы. На сегодняшний день у нас около 60 проектов, от 15 до 90 тысяч, и в принципе все они очень интересны и могут быть рассмотрены любым из частных инвесторов, и мы дадим такую возможность абсолютно открытно. Сразу хочу сказать, что на сегодня наш проект рассматривается как один из образцовых, то есть эталонных в Украине. За время проведения проекта у нас было много посетителей, в том числе и иностранцев. Я перечислю некоторых из них. Это один из заместителей главы Харьковской областной администрации Глушко, у нас был заместитель министра социальной политики, у нас был директор государственного центра занятости, у нас было 2 делегации ПРООН, 2 делегации ОБСЕ, у нас была делегация немецкого фонда GIZ, ну и еще много, и МОН тоже был у нас, то есть много других делегаций, которые изучали наш опыт, главная идея которой является в том, что мы предоставляем не рыбу, как говорится, а удочку, то есть мы предоставляем инструмент для создания бизнеса. На сегодняшний день в рамках проекта у нас действует полноценный центр поддержки предпринимательских инициатив переселенцев, который оборудован 8 рабочими местами, но и функциональным устройством, высококачественным интернетом, который, кстати, тоже нам предоставил наш партнер фонд Александр Паломарчука. Там есть мультимедийный проектор, то есть это абсолютно комфортное оборудованное помещение для того, чтобы прийти поработать, получить консультацию от нашего юриста по началу бизнеса, по его ведению и создать свое собственное дело, зарабатывать деньги, создавать рабочие места и платить налоги. То есть проект абсолютно имеет социальную направленность и на сегодняшний день мы заинтересованы, еще раз подчеркну, в максимальном привлечении частных инвесторов и продолжении проекта после его календарного завершения. То есть мы надеемся, что этот проект будет поддержан и дальше и будет работать и на протяжении всего 2016 года. Далее я слово передаю Кате Стрельченко, которая расскажет свое видение. Александр так исчерпывающе рассказал о проекте. Я хочу отметить еще такую вещь, размер финансирования от 15 до 90 тысяч и сумма финансирования зависит от того, какое количество рабочих мест предположено в проекте, при реализации этого проекта. То есть помощь получат не только те люди, которые получат финансирование, а и люди, которые могут быть приняты на работу на вновь созданные рабочие места. Сейчас у нас есть около 60, чуть больше 60 серьезных бизнес-планов, которые, несомненно, достойны того, чтобы быть поддержаны. Очень приятно то, что количество бизнес-планов стало меньше, чем количество проектов, в том числе и за счет того, что некоторые участники в процессе обучения, в процессе написания проекта объединились между собой и вместо трех планов, как было предположено изначально, создали один свой общий, который, конечно, более конкурентен, чем если бы каждый из них писал его по отдельности. Есть очень много интересных направлений в проектах. Это направление производства новых технологий, которые могут иметь социальный эффект охраны окружающей среды, это переработка отходов производства, это химическое производство, это создание станции тех обслуживания электромобилей, что тоже достаточно перспективное направление. Очень много есть обучающих центров, которые тоже имеют выраженную социальную направленность, которые связаны с адаптацией детей, с нарушениями развития. Есть проекты, которые направлены на сеть услуг, и среди них тоже есть очень интересные и оригинальные проекты. Еще раз скажу о том, что те 60 проектов, которые пришли к защите, они все, несомненно, достойны того, чтобы быть поддержанными участнику. И лично от себя хочу сказать о том, что станция «Харьков» это организация, деятельность которой ведется в поле помощи внутренне перемещенным лицам. Уже более года мы работаем в этом направлении. Конечно же, известны нам те трудности и проблемы, с которыми сталкиваются люди, которые оказываются в чужом городе по независимым от них причинам. И хочу сказать благодарность создателям этого проекта, фонду «Сороса», он же фонду «Идроджиня», за то, что люди, которые были предпринимателями у себя, там, где они жили раньше, имеют возможность делать это здесь и создавать рабочие места и поддерживать таких же, как и они, людей, которые попали в такую же непростую ситуацию. Ну и кроме того, весь наш проект мы прошли вместе с областным центром занятости, занятия проходили на базе областного центра занятости, и, конечно, этот партнер тоже сделал много для того, чтобы этот проект был таким, каким он есть сейчас. Сейчас в зале я вижу присутствующих участников проекта, и я думаю, что можно спросить у них о том, как проходил проект и что они получили из него. Ну, теперь я хочу передать слово Наталье, руководителю тренеров, тому человеку, который был первой принимающей стороной в этом проекте. Ну, не совсем первая, сначала работали четыре человека рекрутером из станции «Харьков», да, чтобы вы понимали, господа слушатели, сначала станция «Харьков» работала именно в режиме рекрутинга, то есть она отбирала тех людей, которые заявились и которые, ну, по их мнению были спроможены как организация собственного бизнеса. Было на входе где-то около трехсот аппликаций, трехсот кандидатур, на финал вышло, как мы сказали, сто человек. Дальше разбито было занятие по 25 человек, четыре группы, и четыре группы работали в режиме нон-стоп. То есть, ну, конечно же, мы начинали с того, что стартап в МСБ, стартап в малом и среднем бизнесе, это то, чем мы сейчас будем заниматься. Мы все люди тризвомыслившие, мы прекрасно понимаем, что не за 15, не за 45, не за 90 тысяч построить завод и запустить самолет не получится. То есть мы старались дать те знания, которые максимально адаптивны к запросу. Потому что, вот Саша подчеркнул, я подчеркиваю, всем иностранным делегациям мы должны давать не рыбу, мы должны давать удочку. Потому что будет зима, люди останутся здесь, им нужно здесь жить, работать, кормить свои семьи, заниматься своим бизнесом. И намного результативнее дать возможность людям стартовать в бизнесе, чем постоянно держать их на социальных подачках. Но мы же прекрасно понимаем, что пособие для ВПЛ – это не те деньги, за которые может прожить семья. Поэтому решение было сложное, решение было замечательное. И сейчас мы стараемся о данном проекте говорить всегда и во всех, вот, например, я во всех отношениях с иностранными делегациями обязательно подчеркиваю. Посмотрите, это абсолютно прозрачный проект. Мы можем отчитаться за каждую часть знаний, которые мы вложили в наших ребят. Мы можем отчитаться за каждую потраченную копейку, которая пришла на счет, потому что работает центр. Есть люди, которые пришли к нам, есть люди, которые получили знания. Приходите к нам на защиту, вот, как бы, наш месседж. И если я правильно помню, ребята договорились, что защиты будут идти в прямом эфире уже. Ну, мы сейчас, да, ведем переговоры, чтобы сделать стрим, и каждый смог посмотреть защиту проектов. Да, это сложно. Да, люди, которые приехали к нам, потеряли все. Но мы же все хорошо знаем, что малый и средний бизнес — это самая здоровая прослойка общества. Поэтому мы должны активно помогать ей, потому что мы все же знаем, что один работающий кормит как минимум трех-четырех человек, которые есть рядышком с ним. И вот этот вот месседж, что не рыбу, а удочку, и работа с соной знаний и навыков мы активно вот вкладывали в души, сердца и в мозги наших гостей. Ну, разумеется, огромная благодарность фонду «Сороса», потому что для этого фонда данный проект был нетипичным. Данный проект был специально разработан, и даже целое направление в фонде «Сороса» выделилось именно по работе с зоной ВПЛ. Потому что такой же беды никогда не было. И в этой ситуации нужно работать оперативно и результативно. И завтра эти люди не рассосутся никуда. И будет больше, и им нужно давать те возможности, которые есть у замечательного города Харькова. Спасибо. Есть вопросы? Спрашивайте. Да. Пожалуйста. Ирина Антонюк, объектив новости. Вопросы, в общем-то, общие. О людях, которые попали в эту программу, кто они? То есть это студенты, которые только закончили, или это уже состоявшиеся у себя донецкие бизнесмены, которые просто приносят и усовершенствовать здесь модели? То есть какие люди попали? Ну, в этот проект могли попасть абсолютно любой человек. Главное условие для того, чтобы попасть в этот проект, это наличие бизнес-идеи, которая жизнеспособна. Это готовность и возможность заниматься своим делом. Возможно, это опыт ведения своего бизнеса там, где этот человек раньше жил. Возможно, это опыт работы в сфере, в которой человек хочет открыть свой бизнес. Главное условие – это желание открыть бизнес и понимание того, как это будет делаться и как это будет выглядеть. То есть проект попал, а по статистике тех людей, которые вошли в проект, 50% человек имели опыт ведения своего бизнеса, 50% этого опыта раньше не имели, но работали в той сфере, в которой планируется открытие своего дела. Еще могу добавить, значит, по статистике гендерной у нас 55% – это женский коллектив, 45% – остальные. Один человек из Крыма, 60% – Донецкая область, остальные – Луканская. Светлана Гуренко, общественная работа. Скажите, пожалуйста, когда участники, которые победят, смогут реализовывать уже деньги? Потому что предыдущий проект, который был, ну, во всяком случае, начинался со статистиками, до сих пор там тендер не поведен, и люди там не получат деньги. Это не вы. Это, наверное… Начало было заместное. Вы, видимо, про это МОМ говорите, да? Все-таки, вот, да, главный вопрос, когда они защищают, когда они уже могут реализовывать эти деньги, средства? Да. Первое – вчера нам поступили ли деньги именно на финансирование этих проектов. То есть мы их можем реализовать хоть завтра. Первое условие – это зарегистрированный бизнес, частный предприниматель либо юридическое лицо. Второе условие – это, конечно же, их победа. Третье условие – нам, конечно же, нужны будут документы, которые позволят переводить деньги за основные средства. То есть мы это готовы делать хоть завтра. Единственная там есть проблема – это те, кто сейчас находятся в нулевой группе, то есть общесистемники. Им нужно до 15-го числа успеть подать заявление на единый налог, чтобы не платить большие налоги. Обалдь. То есть 11-го числа мы объявим о результатах проекта, чтобы у людей до 15-го числа было время подать заявку на единый налог. То есть мы готовы проекты финансово поддержать хоть с завтрашнего числа. Смотрите, тут в чем важность и тонкость. Я уже сказала, что весь проект, и Катя говорила, и Саша говорила, весь проект администрировали бизнесмены. А бизнесмены всегда чем отличаются? Ну, такой высочайшей оперативностью мышления. Соответственно, мы хотим, чтобы этот проект запустился быстро. Вот прошли защиты, поздравили, пожали руки, и сразу к нам счета на стол, и ассоциация частных работодателей начинает эти счета оплачивать. Все. У нас нет желания солить эти деньги на счете, там неизвестно сколько времени. То есть мы хотим, чтобы уже за неделю от момента защиты все, что от нас зависело, мы сделали, и эти люди начали работать на себя, на свое благополучие, на благополучие нашего города. Еще один вопрос в пределении. Все-таки какие-то уникальные проекты? То есть, не бывает. Да, проекты есть уникальные, но смотря что вложить в слово уникальные, все проекты, конечно, имеют свою уникальность и отличаются даже от похожих проектов, которые сейчас уже реализуются. Есть проекты, я их назвала в самом начале, это проекты, связанные с переработкой вторсырья и с обслуживанием электромобилей, вот это достаточно новая идея, кроме того, ну с электромобилями, новая, модная и сейчас она действительно крайне актуальна. Но и кроме того, человек, который ее реализует, имеет опыт в этом и натхнение на то, чтобы ее реализовать. Есть идеи уникальные по развитию сети, услуг для населения и они тоже достаточно интересные. Это сеть парикмахерских, например, в Харькове экспресс быстрого обслуживания, которые будут брендированы и которые точно отличаются от того, что есть здесь сейчас. Можно я? Можно. Да. Я вообще фанатка интернешнл и всевозможных проектов международных, мне страшно это нравится. Я знаю, что 2016 год – это год английского в Украине. Соответственно, вот все проекты, которые связаны с языком, я мужественно поддерживаю, в чем активно и настоятельно рекомендую заниматься вкладыванием в эти вещи, потому что есть у меня дружественная и очень любимая организация немецкая, которая всегда оценивает, сколько на каждый вложенный евро они получают результат экономический. Так вот, по их расчетам, на каждое вложенное евро в обучении за год четыре раза. Знание – это хорошо, это выгодно. Да, уникально. И такие проекты есть тоже. У нас языковые студии есть, и каждая из них точно… Это дети, это взрослые разные. Это дети, взрослые, это использование технологий, которые, возможно, сейчас не так широко применяются, и они тоже точно могут быть применены, ну, точно будут отличаться от тех, которые есть. Еще вопрос. Уточнение небольшое. Как эти проекты, с момента, когда они уже запустятся, как будут работать, как они будут сопровождаться? Контролироваться или сопровождаться? Что вас интересует? И то и другое. Хорошо. Как контролируется, Александр? Значит, наши менторы будут, естественно, сопровождать проекты в течение шести месяцев. Плюс мы, как ассоциация частных работодателей, главной миссией которой есть – поддержка развития бизнеса, его защита, естественно, будем контролировать развитие этих проектов. Мы заинтересованы, чтобы они работали, развивались, создавали рабочие места, чтобы их никто, не дай бог, не убил извне. Мы прекрасно знаем, какие у нас условия создаёт государство, поэтому мы создадим такой зонтик, который позволит им спокойно работать и не бояться того, что кто-то придёт, начнёт их там кошмарить, как говорится. Кроме этого, как я уже сказал, мы будем говорить со всеми донорами о продолжении данного проекта дальше. То есть, несмотря на то, что он закончивается 1 декабря, но мы готовы тот инструмент, который мы создали, даже доработать. Мы видим там кое-где места, которые нужно усовершенствовать и готовы его дуплицировать даже на другие регионы и даже внутрь области. То есть, не только на Харьков, но и внутрь области. Кроме этого, у нас есть уже небольшая своя социологическая служба в ассоциации. Мы провели опрос среди участников проекта по оценке программы, тренеров и качества проекта. А так же, а так как скромность, это наше Харьковское всё? Да. По десятибалльной системе 8-9-10 выставило 90% участников. Это говорит о высочайшем уровне той программы, которую мы предоставили. Поэтому мы готовы её продолжать дальше. У нас есть отличный набор тренеров, отличный набор менторов, более того, мы и первую, и вторую категорию можем расширить. У нас есть отличные специалисты по рекрутингу станции Харьков. У них есть огромная база переселенцев, которым нужно помочь поддержать точно так же, как и этих 100 человек. Поэтому у нас есть все условия, у нас есть ресурс для того, чтобы реализовывать такие проекты дальше. Юридическое сопровождение? Юридическое обязательно, да. У нас своя департамент юридической службы, такой же департамент есть и у станции Харьков, и они постоянно предоставляют такую помощь. Поэтому мы полностью будем сопровождать эти проекты. Ну и кроме того, по поводу юридического сопровождения, хочу сказать о том, что есть несколько проектов юридической направленности среди самих участников. И в процессе обучения все, перезнакомившись между собой, я думаю, что установили отношения партнерские в том, чтобы иметь возможность обратиться потом к другому участнику за консультацией. Ну так же точно, как и в других услугах. Собственно, два месяца шел проект, участники прошли большой путь, и за это время они установили между собой сеть бизнес-контактов и социальных контактов, которые, я думаю, будут потом использоваться и расширяться. Поэтому, если вы сейчас обернетесь, вы увидите вот там Свету Королевцову, которая может рассказать о поддержке юридической уже переселенцами переселенцев. Более того, у нас, смотрите, у нас была группа в Фейсбуке, называлась Центр Петрымки Петропроводских Инициатив, ВПО. И ребята, Е, да, извиняюсь, она есть, абсолютно развивается хорошо. И ребята сами создали группу услуги переселенцев в городе Харькове. То есть там уже можно зайти, они уже обмениваются опытом, они уже выставляют туда проекты своих логотипов бизнеса, обсуждают их вместе, утверждают вместе, друг другу уже оказывают услуги. То есть уже процесс пошел, уже они начинают ловить рыбу теми удочками, которые им дали. Скажите, а сколько вообще на проекте в Киеве и от чего зависит величина гранта? От количества рабочих мест, величина гранта, сейчас я отвечу с этим вопросом, а потом в следующий. Величина гранта строго зависит от количества рабочих мест, которые будут созданы при реализации этого проекта. Вот почему проект важен не только для участников, которые участвуют в этом, ну, для участников проекта, а и для других людей. Есть специальные условия о том, что люди, принятые на эти рабочие места, тоже должны быть из числа внутренне перемещенных лиц. То есть это тоже дополнительная поддержка. Проект 15 тысяч – это рабочее место для самого автора проекта. Проект 45 тысяч – это два рабочих места должно быть создано. И проект 90 тысяч – это пять рабочих мест должно быть создано, то есть пять человек. То есть если посчитать количество проектов и умножить их на то количество рабочих мест, которые будут созданы, то можно получить сумму людей, которые получат поддержку. И она будет намного больше той суммы, которая кажется изначальной. Значит, сколько проектов будут получать финансирование? 25 уже в рамках проектов будут поддержаны 100%. По сумме частного инвестирования, я думаю, уже плюс 15 может быть. Плюс 15, да. И во вторник я буду презентовать проект в Киеве на большой конференции банковской. Там заинтересовались проектом и тоже хотят участвовать в его реализации. Я предполагаю, что возможно до конца года мы сможем привлечь в 50 проектов деньги. Сейчас вы финансируете? Да. Бизнес-мэнер заинтересовались? Значит, стартовали мы, тоже немножко цифры приоткрою, я вот посчитал буквально вчера, стартовали мы с суммы общей проекта полтора миллиона гривен, сейчас он уже дошел до двух миллионов, общий бюджет. То есть кроме полтора миллионов, которые были предоставлены ведроженем, мы уже дополнительно, ориентировочно привлекаем, либо уже привлекли еще полмиллиона. Это деньги, которые идут на реализацию бизнес-класса? Да. И в целом на проект? На этот дом? Ну, часть, совсем небольшая часть, это оборудование центра, остальные деньги пойдут на финансирование проектов. Значит, приблизительные прикидки, опять же, которые я делал на следующий год, для того, чтобы проект реализовывался и мы могли создать где-то 200 уже бизнесов, для этого можно и нужно привлечь 5 миллионов гривен. И это вполне по силам, такие деньги привлечь и реализовать этот проект. И опять же, для сравнения, в этом году областная программа льготного кредитования бизнеса в Харьковской области предполагает выдачу кредитов на сумму 160 тысяч. На весь мегаполис? На весь. На весь. Да. А здесь только один проект? Тут только один проект, минимум 1 миллион 50. Ну, это будет сумма больше. То есть мы такие мощные инвесторы в нашем... Мы фактически, да, мы инвестируем в Харьковскую область, в экономику Харьковской области. Причем, в чем прелесть этих денег? Эти деньги приходят сюда и тратятся на товары и услуги здесь, у малого именно бизнеса. То есть мы контактируем везде с малым бизнесом, мы вкладываем в малый бизнес. То есть мы создаем рабочие места именно там, где их создать намного быстрее, дешевле, чем в промышленности и их эффективность выше. Ну, и по поводу Харьковской области, хочу сказать о том, что обязательным условием этого проекта для участников является регистрация юридической формы или частного предпринимателя или юридического лица. Вот. И обязательно оформление сотрудников на работу. То есть те налоги, которые платятся с этого бизнеса, они тоже остаются в Харьковской области, что тоже, наверное, является плюсом для этого проекта именно здесь. И еще добавлю, даже не только Харьковской области, я забыл совсем, у нас есть проекты из Днепропетровска и СУМ, если они будут поддержаны, то налоги будут платиться в тех областях. То есть Харьковская область еще инвестирует в другие области. Так как скромность наша всю, я опять же влезу с комментариями. В рамках этого мы стараемся об этом проекте говорить. Говорить много, качественно, говорить на различных уровнях. И 17-18 сентября под моим нескромным руководством будет женский форум предпринимательства. И там наши гости, которые прошли обучение на проекте «Новые лица», тоже будут участвовать. Потому что мне значительно проще дать эту информацию по базе наших ВПЛ, чем бегать где-то выискивать потенциальных участниц. Это гранд посольства США, где будет предоставлено проживание, питание, великолепные секции истории успеха, 12 мастер-классов. И я проглядывая базу, зарегистрируюсь, с огромным удовольствием увидела там наши. И опять же 17-18 сентября, но уже в Киеве, мы опять будем презентовать этот проект на уже форуме малого и среднего бизнеса Украины. Присоединяйтесь. Да, присоединяйтесь. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.